всем привет дорогие друзья меня зовут марина бердник и вы на канале мари арт живопись маслом сегодня пишем гуашью милого олененка освещенного солнечным светом лежащего в траве или возможно в высокой траве стоящего мне кажется все таки что лежит листочек а4 акварельная бумага делим на секции 4 по горизонтали по вертикали то есть пополам и половины еще пополам и начинаем намечать карандаш у меня простой обычный самый самый обычный намечаем размечаем нашего олененка начинаем с головы в клеточках как переносить изображение по клеточкам я показывала в видео так оно и называется как перенести изображение на бумагу или холст в плейлисте полезности для художника там можете посмотреть более подробно вот сейчас показываем носик смотрим пропорции сколько в той или иной клеточки у нас занимает носик сколько голов когда наклон допустим головы вот показали край шеи пока тоже смотрим наклон обязательно ушка почти до верха у нас доходит маленькую светлый освещённый участочек намечаем также второе ушко также обязательно нужно смотреть к допустим какое ушко больше какое меньше да по отношению друг другу все вот эти вот изгибы в гуаше показываем светлые части где у нас будут темные чтобы да не запутаться нам проще было мы видели это уже набросаем тоже вот здесь у нас будет освещенная часть показываем намечаю глазик но потом я его сотру из и перенесу немного когда уже нанесен полностью видно что вот выступ над глазиком которые там далеко не видно его тоже обязательно надо показать и вот спиночка тело нашего олененка пузико ножку примерно хвостик на набрасываем внизу не обязательно там да так сильно намечать нам травкой перекроется все вот и сейчас стираю глазик и чуть ближе его к носику переношу также на носике показала где у меня будет светлая части на спинке также просто для того чтобы для удобства беру зеленую красочку синюю ультрамарин в данном случае беленькую и желтенькую кисть щетинка делаем темно зеленый цвет зелень с ультрамарином и такими носочками разнообразными по как бы знаете имитируя зелень до листву какую-то на дальнем плане то есть не сплошным каким-то забором закрашиваем а так вот разнообразно мазочки наносим темненькие видим да примерно в каких местах я нанесла то есть примерно эти места надо нанести какие-то будут у нас ну и вообще как бы в любой картине нам края желательно затемнять да у нас главный герой олененок остальное как бы чтобы внимание ушло на него он у нас будет такой яркий освещен солнечным цветом а края нашего рисунка как бы мы затемняем середина ближе к олененку уже зелень желтеньким добавляем посветлее где-то можно даже немножко белилок добавить чтобы поярче цвет был помним что гуашь у нас при высыхании она темнеет тоже так разнообразненько обходим самого олененка заполняем всю вот эту зелень если вверху мы делаем мазочки похожие на имитацию какой-то листвы до деревьев на дальнем плане то вот здесь внизу уже более таки вертикальные мазочки напоминающие рост травы да что такое вертикальное и также посветлее потемнее с левого края также заполняем светло зеленые обрисовываем аккуратно нашего олененка если видите где-то допустим нанесли вот какой-то участочек карандашом до наметили допустим не совсем ровно либо не совсем точно можно красочкой как бы подрезать и также уже ближе к низу нашего рисуночка уже более вертикальные мазочки намеки на траву эту картину можно написать также маслом вообще без проблем темно-зеленым тоже берем коричневый красный охран черный кистью такая синтетика скошенная небольшая берем беленький немножко охра светлый светлый оттеночек и вот краешках уха прорисовываем тоненькой тоненькой полосочка если получается не сильно тоненькая то не беда мы последующими оттенками просто ее как бы зайдем следующим оттенком на нее и сделаем чуть чуть тоньше вот здесь к основанию головы более желтенький но тоже светленький добавляем в этот охристые разбеленный оттенок красненького желтенького такой оранжеватый получается оттеночек второе ушко мы вот этот светлую часть солнышком освещенную намечаем таким оттенком делаем оранжевый цвет желтенький красненький можно белилок добавить светленький чтобы был помним про то что у нас красочка потом еще потемнеет при высыхании и обратите внимание как наносится сейчас мазочки да как будто вот ушко да вот наклон вот этих мазочков что они не сплошным как бы цветом закрашены а так вот под наклоном разные наклоны голубоватым цветом белый с ультрамарин чекам остатки уха вот этого закрываем с правой стороны ушка чуть чуть больше ультрамарина совсем совсем там на нюансах немножко больше и вниз вот сюда немножко спускается светленькая часть также белилки с желтеньким по краешку головушки сияние такое по носику по краешку по самому саму краешку и вот доходим этим цветом светленьким как бы вот до нижней губы да вот носик также по верху по спинке у нас этот цвет пойдет также тоненькой полосочкой прорисовываем хвостик тоже разбеленным желтым делаем сейчас мазочки такие на чтобы они как бы резко отрываем чтобы получались как бы ворсинки хвостика пушистость эту показать на зеленый заходим чтобы хвост у нас зеленый не был кисть если сильно пачкается в зелень промываем и как бы набираем чистый цвет оставшийся хвостик цвет заполняем разбеленным ультрамарином кое-где маленькие такие мазочки более такие синие до красный с ультрамарином смешиваем теневая самая часть на хвостики то вот у основания и немножечко как бы по хвостику спускаемся совсем совсем чуть-чуть делаем более оранжевый добавляем до в желтый красный под этой светлой линии которая мы проводили под спинкой оставляем тоненькую полосочку светлую и наносим уже такой вот оранжеватый оттеночек друзья не не должно быть знаете чего вот какой-то конкретной ровной линии между светлым и вот этим оранжевым да и дальше в последующем между красными цветами то есть нанесли и где-то можно так немного заходить на этот светлый цвет чтобы но не было вот этой ровной идеальной границы то есть как бы так вот заходим и красным в оранжевый чтобы разнообразно было линия неровная была на головушке вот буду прорисовывать будет хорошо видно вот теперь берем следующий оттенок красный и видим дорва на где-то вот толще где-то тоньше линия вот на голове видно да я захожу и на оранжевые так вот прерывисто то есть не идеально ровно и вот где у нас освещенные участки рядом с оранжевым прокладываем красненький на ушках можно чуть-чуть с оранжевым смешать кое-где также в этом ушки чуть-чуть помергать вот этим вот красненьким вот этот кусочек шейки заполняем оранжеватым оттеночком светлую полосочку возвращаем по шейке где она пропадает либо темнее становится да красочка же темнеет там возвращаем периодически нежно-голубым вот по краю носика коричневатым оттенком таким вот темненьким проходим остык губок наших до теневая голубоватым оттеночком тоже по низу головушки на шейку спускается пятнышко такое светло нежно-голубое вот это вот по шейке место мы заполняем сначала светленьким оттеночком а потом немножко больше ультрамарина и как бы среднюю часть этого пятна более ультрамарином заполняем более темненьким так же вот светлая полосочка этот освещенный участочек по шейке набираем черный цвет прорисуем наш глазик обратите внимание на форму глаза то есть левый уголок у нас идет такой как капелька да а справа он как бы резко спускается такой но не именно вертикально немного диагонально но такой вот более такая резкая граница и разбеленным ультрамарином под глазиком а светлые участки нанесли в середине глазика будет линия чуть потолще а к уголкам глаза потоньше и в уголках глаза эту линию не смыкаем то есть не обводим круг полностью темно-коричневым цветом это коричневый с черным заполняем спинку обрисовываем аккуратно мордашку мазочки стараюсь наносить в основном по форме тела где-то больше коричневого где-то больше черного тоже чтобы так разнообразненько было но тем темный все равно оттеночек у нас здесь темный чтобы у нас светилась вот именно вот освещенная была вот это вот спинка да нам нужно здесь темный нанести также под мордочка чтобы она у нас светленькая была беленькая наносим такие вот темные оттеночки ножка вот здесь видно тоже темным темным цветом потом в этот цвет добавляем охры и более светлым уже левую правую из меня правую часть ножки заполняем также где пузико здесь уже без разницы какое направление будет кисти там перекроется травкой но сквозь травку видно что там посветлее в этот же замес красненького вот здесь вот участок заполняем также таким вот коричнево-красноватым шейку тоже движение уже по шейке делаю вот здесь небольшой такой как треугольничек до темненький по шейке темненький также можно коричневый с черным использовать желтого охры в этот замес побольше внизу вот эту оставшуюся часть более светлым цветом закрываем на вот это белое пятнышко под грудкой не ровная линия закрашиваем а как бы такими рваными мазочками будет намек как бы на короткую шерстку его дошли до вот этого момента до головушки и голову мы прорисуем посветлее под ушком светлое пятно вот такое красновато охристая дальше оттянем ушко красненького в коричневый добавляем белилок желтенького такой коричневато-красный светлый оттеночек тоже движение двигаемся в сторону носика до слегка по диагонали как вот у нас идет наклон головы около освещенной части до на лобики там прокладываем более темно-коричневый спускаемся вот к носику то есть уголок глаза у нас должен ориентир смотреть на краешек носика то есть если представить носик это у нас как бы небольшой квадратик да как бы не идеально ровно ну вот как верх его тем более вот видно что как бы квадрат такой и вот уголок глаза должен смотреть вот в уголок носа влевый более рыжеватым около глазок также подходим к носику такой рыжеватый оттеночек получился носик тоже прорисовали ультрамарин белый сверху подпачкали его там кое-где мазучки красным белым поставили плечо прям можно постой ненько красочку набрать чтобы она беленькая прям было реснички вот где выступает вот эта кость до над глазом тот который мы не видим дальний буквально кончиком кисточки там одну-две реснички набираем черненький цвет прорисовываем наш носик не забываем про линию которая вот с краю освещенное солнышко заполняем черным цветом сначала помощник пришел любитель порисовать тоже и немножечко красочки ультрамарина разбеленного показываем какие-то светлые участки на носике и вот этим цветом оставшимся вот он светлых черный подпачкался чуть-чуть на мордашку подбрасываем его так вот макаю слегка какая-то пятнистость грязным красненьким какие-то ворсиночки по нижней губки темно-коричневым черный с коричневой заполняем наше правое ушко к низу можно слегка более красновато-коричневый а сверху более такой вот темненький цвет и светлых кое-где участок красный с охрой там белилок слегка добавила делаем красный с белилками розовый оттеночек вот этот оранжевое место в ушке чуть-чуть высветляем но полностью не перекрываем возвращаем светлые места где пропали освещенные подправляем ушко посветлее чтобы он засветился да на солнышке ультрамарин с белилками намечаем наши пятнышки тоже двигаемся по форме тела пятнышки разнообразные какие-то больше какие-то меньше по форме тела у нас хотя пятнышки белые да у него но здесь они у нас в тени и будут ультрамариновые но они все равно ближе к освещенной части поэтому ультрамарина делаем поменьше там где самая-самая теневая будет у нашего олененка там ультрамарина добавляем побольше делаем более ультрамариновые пятна вот мазочками кисточки вот как она отпечатала и хорошо то есть не надо их какие-то одинаковые делать разнообразные где-то прям плоско положили кисть где-то самым кончиком провели то есть разные разные делаем пятнышки делаем побольше уже ультрамарина движение пятнышек тоже смотрим да как бы они нам показывают форму тела здесь тоже более ультрамариновые в тени и на свету уже практически можно чистые белила ну кисточку слегка протерла чистые белила набираю голубой там слегка-слегка подмешивается на самой солнечная вот этой части такие яркие светлые пятнышки периодически подправляю наши каем очки вот светлых участков на носик добавила белилками теневую чуть-чуть на хвостике которую мы прокладывали у основания более темненькую делаю оранжеватым оттеночком мордочку чуть-чуть высветляю делаю беру желтый немножко в него зелененького и делаю такую прям яркую яркую зелень солнечную на заднем плане сразу посмотрите сколько солнышко появилось в работе есть вот такая вот кругленькая синтетика будем делать сейчас на переднем плане листочки траву вот эти цветочки берем желтенький зелененький намечаем стебель очки на которых будут цветочки тоненькая линия красочку сильно не вымешиваю чтобы она наносился мазочек и желтенький зелененький сразу и теперь намечаем наши листочки острый кончик доставим кисть аккуратненько кончиком к листику нашему потом ведем ведем опускаем придавливаем кисть и ведем дальше как бы получается листочек такой с острым краешком и при надавливании он у нас расширяется и получается такая форма листочка делаем какой-то больше какой-то меньше меняем наклон направления наших вот этих вот листиков травинок какие-то светлее какие-то темнее где-то больше желтого также на стебелечках на наших показываем листики где-то зеленый с синим темный смешиваем разнообразно разнообразно какие-то более тонкие можно сделать листочки какие-то более толстенькие то есть наносим такую массу массу травы зелени чистым желтеньким желтый с белилками вот наносим даже сейчас этот цвет очень-очень может показаться такой яркий но он потом повторюсь да у нас она темнеет гуашь при высыхании и он будет как раз таки нормально светлый чтобы у нас сильно не упирались вот эти яркие оттенки прям вниз нашей работы как бы то не очень красиво смотрится темным цветом слегка как бы сбиваем вот это вот и ярко желтеньким намечаем цветочки вот буквально мазочек приложили кисточку лепесточек приложили лепесточек как бы особо не вырисовываем просто в одно прикладывание один лепесток чтобы если хотите чтобы были цветочки поярче они потом просядут в коричневый да будут темные можно сначала проделать это эту процедуру белым цветом чистым подсохнет и сверху уже яркий желтый также где-то вот справа слева намечаем такими вот разнообразными мазочками желтыми оранжеватыми какими-то какие-то цветочки на дальнем плане кисть держу более горизонтально как бы такие вот разные разные пятнышки больше меньше какие-то цветочки там тоже есть белилки с желтым самую сочную зелень самую солнечную показываем тоже она сейчас очень яркая потом она будет потемнее чуть-чуть такой вот олененок у нас получился посмотрим без скотча снимаем очень такая яркая солнечная работа получилась вот поближе кем озвучки не совсем удобно друзья показывать штатив мешает но по-другому никак не могу я ну вот как-то так примерно кусочками фрагментами хотя бы вам показать поближе вот такой замечательный малыш у нас получился спасибо за просмотр друзья что досмотрели это видео до конца желаю вам творческих успехов я очень рада когда вы пишете что рисуете у вас все получается рисуйте не бросайте это очень классное занятие ну а на этом я с вами прощаюсь до скорой встречи пока пока